И последнее. Будущее республики зависит от инициативных и образованных молодых людей. Таков посыл молодежного форума «Синергия Севера». Он стартовал накануне в местности Артодайду Хангаласского района. Форум собрал 300 активных ребят из 25 районов Якутии, а также Магаданской области и Хабаровского края. Подробности далее. Торжественный флаг «Синергия Севера» поднят и дал старт новой странице в истории молодежного образовательного форума. В этом году местность Артодайду Хангаласского района собрала 300 активных инициативных ребят из 25 субъектов Якутии, а также Магаданской области и Хабаровского края. Их ждет 5 плодотворных дней. К нам пришли сюда на форум самые мотивированные, желающие получить знания и желающие реализовать свои проекты. Это самое главное. Второе – это к нам приехали эксперты, которые готовы нам помочь, протянули нам руки и будут работать вместе с нами в эти дни. Рабочая молодежь – это самая основная движущая экономическая сила в нашей республике. Поэтому, насколько сегодня молодежь в различных отраслях, на предприятиях будет хорошо работать, зависит от благополучия как нашей республики, так и крепость нашей страны. Ребята разбились по семи направлениям. Синерджи, молодежные общественные организации, школа волонтеров, рабочая молодежь, я инженер, молодые предприниматели, а также в связи с годом экологии было добавлено седьмое направление – экология Арктики. Экспертом выступит гость из Хантамантийского округа Игорь Кравцов. Рождение нефтяные ваше, они еще очень молодые, очень свежий трубопроводный фонд «Транспорт». То есть он еще не рвется, аварий не происходит. В принципе, оцениваю вашу экологическую ситуацию и политику как очень неплохую. В этом году форум проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Учреждено 25 грантов. Кроме образовательной программы, на площадке форума пройдет региональный этап Всероссийского конкурса молодых предпринимателей. Пять участников «Синергии Севера» получат путевку для участия в конкурсе. А на площадке «АйТи Синерджи» пройдет хакатон, по итогам которого будут представлены проекты серии «АйТи». Лиза Прокопьева, Евгений Рязанский, НВК «Саха», Конголазский район.